Касается госпожи Родниной, но эта ситуация, она забыла, что обещала. Она настолько вот в этих предвыборных обещаниях завралась, что наступила опять на те же грабли. То есть обещает обещать. Это же, с одной стороны, забавно, но с другой стороны, оправдывать тем, что это чиновники виноваты, что генплан какой-то там у них не утверждался, ну хорош, ну ладно. У депутата Госдумы, если есть финансирование, нет возможности, то есть город что, откажется что ли от этого? Скажет, нет, мы не можем, и что, что инвести, и что, что у вас здесь миллиард пришел, да? Мы, извините, забирайте обратно в Москву эти денежки, у нас генплан пока не готов. Ну хорош, ну что за вранье-то, нужно придумать что-то поумнее здесь. Между тем, я скажу, что вот вся эта проблема, да, с вот этими обещаниями, да, что подъезд это ремонтируют, куличик кому-то подарят, какие-то продуктовые наборы принесут, будут материальную помощь кому-то оказывать, сделают площадку. Ну депутат-то идет туда не для этого. Депутат идет для того, чтобы принимать законы, чтобы люди в этом просто не нуждались, чтобы у них это было априори, чтобы бюджет это дело все закреплял, чтобы были деньги в бюджете, которые обеспечат граждан всем, что требует закон. Есть 131 закон, который говорит о обязанностях власти. Вот там написано и про спортивные объекты, и про медицинские учреждения, и про бесплатное образование, и про дороги, и про тепло, про все вообще, что только наша жизнь, собственно материальная жизнь требует от власти. От общества, от государства. Так вот я скажу, что вот эта тема, я приду, даже если она построит каток, к примеру, но при этом придет и проголосует за повышение пенсионного возраста и обяжет каждого гражданина еще 5 лет работать, это же идиотизм. То есть это неравновесно, блин. То есть у нее 500 тысяч избирателей. Это там, ну пусть там я условно там, 150 тысяч семей. Вот она из каждой семьи забрала по миллиону вместе с своей партией, не доплатив это в качестве государственной помощи, социальной поддержки, вот этих пенсий, в течение 5 лет, по миллиону с лишним, там по полтора или миллион триста, я уж не помню точно сколько. Но это не стоит просто этих денег. Каток вы и так должны, вы и так обязаны дать. А здесь, ну это просто, знаете, это вот как приезжали, помните, да, к индейцам, собственно, кто разведывает территорию, как это называется-то? Ну ладно, там агличане приезжали, путешественники приезжали и меняли, меняли алмазы и золото за бусы. То есть они давали ширпотреб какой-то, который ничего не стоит. А туземцы, которые сидели и говорили, вот это да, и они отдавали самое дорогое, бесценное отдавали. Просто вот здесь приблизительно то же самое. То есть это насколько упал уровень культуры, воспитания, образования, что общество не понимает, что это дешевый подкуп, который в конечном итоге заканчивается мошенничеством. Кто такой мошенник? Это тот, кто обещает то, чего у него нет. Или тот, который что-то должен предоставить, а потом в конечном итоге обманывает и не делает этого. Это мошенничество. Вот в данном случае, Роднина, я не очень понимаю, предвыборное обещание с точки зрения уголовного права распространяется здесь на них или нет? Она же пообещала и обманула. Подпадает ли это под мошенничество действие или нет? Очень интересно позиции прокуратуры. Ну, я что тут лично мне послушать? Но в целом, да, эта ситуация настолько распространенная. И, к сожалению, есть люди, которые, увидев эту подачку, говорят, отлично, проголосую еще. То есть я вот общаюсь с гражданами, да, со своими избирателями. И редко, но все равно вижу ситуацию, когда мне говорят, ну вот нам же вот этот вот депутат площадочку-то поставил. Я там отвечаю, ну вы понимаете, ведь эта площадка же не за его личные деньги, это же за бюджетные деньги. Ну и что? Ну и что? Вот поставили же нам площадку. Я говорю, ну ведь вам же за эти пять лет тарифы на транспорт подняли, на ЖКХ выросло, на там зарплату у вас снизились, налоги повысились, бензин поднялся. Ну в целом же вы же стали беднее. Ну как же вы не понимаете, что вас покупают задешево? Что есть какой-то бизнесмен, там, я не знаю, там строитель, или там какие-то у него, я не знаю, там другие махинации, возможности. И вот он приходит, он просто вкладывает, он вкладывает инвестиции, чтобы потом их окупить. То есть он потратил там, я не знаю, 10 миллионов рублей, там 100 миллионов рублей на выбранную компанию, но он получит возможности, механизмы продвигать свои бизнес-интересы, продвигать свои вот эти финансовые хищнические планы и отобьет это с лихвой все, с лихвой на госзаказах, на подрядах, на каких-то там распределениях, там, субсидиях, государственной помощи, войдет в список, блин, отраслеобразующих предприятий после этого. Для него это просто копейки. А вот то, что он будет отбивать, то, что он будет зарабатывать, он это на ком сделает? На гражданах, на бюджетных деньгах, которые должны были пойти людям на улучшение их качества жизни, а пошли в конечном итоге ему. А людям скажут, денег нет, но вы держитесь. Вот такая вот трагедия. И объяснить, донести это до людей задача прогрессивного сознательной части общества. Тех, кто понимает причинно-следственную связь, таких людей в стране в любом обществе, в любое время, всегда меньшинство. И на нас лежит больше ответственность. Понимая это, мы не можем молчать. Мы должны открывать людям глаза и говорить, ты понимаешь, ну да, они тебе сейчас поставят эту площадку, построят они тебе этот бассейн, но ты понимаешь, что тебя обложат новыми налогами, ты станешь жить беднее. Тебе не нужен будет этот бассейн, этот ледовый каток, это учреждение, потому что тебе здоровье не будет позволять, у тебя лекарств просто, денег на лекарств не хватит. А из-за того, что сюда новые ядерные отходы завезут, построят мусоросжигательные заводы, реки отравят, вода станет еще худшего качества. У тебя потребуются деньги на лекарства. Твоим детям потребуются, а их не будет. Поэтому будет стоять потенциально это спортивное учреждение, которое, конечно, никто строить не будет. Вы, главное, проголосуйте, вы, главное, изберите. А я вам потом еще пообещаю. Вот так выглядят политические реалии России. Да, я хочу напомнить, что Ирина Роднина уже давно известна в широком округу, не только как спортсменка, а еще как человек, который в 2013 год для нее стал просто каким-то тяжелым годом. Во-первых, она разместила в Твиттере фотографию Барака и Мишель Обамы на фоне Банана. Она сделала, я помню. Не знаю, она ли это с калаш сделала. Это же фотомонтаж. Но разместила она у себя. Но разместила в том... Ну, их много кто размещал. Но она в том числе. Да, то есть это прям такое... Вообще, это статья, по-моему, насколько мне помнится. Ну, не знаю. Это экстремизм называется. Экстремизм – это возбуждение ненависти, в том числе по национальной, расовой и другой принадлежности. Да, особенно отрадна эта новость на фоне того, что сама Роднина 12 лет прожила в США, ведя тренерскую работу. Да и сейчас, я думаю, наверное, она иногда туда, мягко говоря, захаживает. Да, да, да. Заезжает. Интересно, где ее детишки живут? Мне просто интересно. Ну, вряд ли под Смоленском, что-то мне так кажется. Откуда она идет? Она идет от Дубны. А до этого первый раз, на первые два раза она избиралась от Омской области. Мне интересно, она там вообще была в Дубне? Или как часто она там бывает? Мне просто интересно. Ее можно увидеть, что она по улице идет? Или что она хотя бы просто там в населенном пункте находится? Мне кажется, вот знаете, они в выборный период наколымут. Они сейчас колымят там. Им надо вот ударно поработать, чтобы потом не работать, чтобы потом отдыхать. Поэтому в тот момент, когда вы видите известного человека в своей избирательной бюллетене, вы гордитесь этим человеком, посмотрите, от какой он партии. Потому что есть Единая Россия, есть ЛДПР, который ее обслуживает, есть Справедливая Россия, которая, не стесняясь, говорит, что у нас есть Путин, что мы заодно, да, у нас отлично, все супер, да, мы одна сила. Вот все выводы. Сделайте выводы.